Сейчас отдыхаю в санатории на Алтае, всё замечательно, врачи не нарадуются, анализы всё лучше и лучше, лучше и лучше. Уже лучше некуда, они всё лучше и лучше. Думаю, всё-таки у нас хорошо лечит, только подумал, тут же ноги отнялись. Потерял сознание, думаю, что делать-то, куда идти, ноги же отнялись. Пошёл в парк, сел на скамейку, воздух волшебный, никого нет, птицы поют, как будто я в раю, и мне всё лучше и лучше, лучше и лучше, уже лучше некуда. Значит, думаю, сейчас познакомлюсь с красивой женщиной. Только подумал, из-за кустов выходит снежный человек, три метра ростом, голый, самец, значит. И он ко мне всё ближе и ближе, ближе и ближе, а никого вокруг, один волшебный воздух. И только в небе точка светящаяся мигает. И эта точка ближе и ближе, ближе и ближе, летающая тарелка, садится рядом, номера нет, неопознанная. Из тарелки выходит рахит, ушки поросячьи, морочка синяя, голый, без шерсти, без признаков пола. Где у нас верный признак, у него ничего нет. Рахит идёт к снежному человеку, снежный говорит ему, а голос высокий, тонкий, самка, значит. Говорит, здорово, братан, что это вы с людьми не входите в контакт? Рахит, да ну их вредку, какие-то они тупые, недоразвитые. Читает мало, книги у них дешевле водки. От этого они всё тупее, 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 тупее. Даже не знаю точно, какое у них время. Часы переводят, то на час вперёд, то на час назад. Одним словом, думают чем угодно, только не головой. У меня аж дыхание перехватило. Хотел камень найти, камень ему между ушей, чтобы понял, какая у нас высокая культура. Но вдруг сам спрашивает снежного человека, а ты-то шо никак не дашь им? Они тебе ищут, ищут. Снежный почесал голову, живот. Немытый какой-то. Самец, значит. Говорит, о чём с ними говорить? Им главное поесть, поспать, выпить. Выпить, поесть, поспать. И всё у них за деньги. В медицине за всё, кроме клизмы, платить надо. Природа губит. Одним словом, алкоголики. Меня как заколотит всего. Алкоголики. Это мы алкоголики. Тварь ты таёжная. Поговорить тебе с нами нечем. А с Архитом есть о чём? Двойные стандарты, да? Нашёл камень, размахиваясь. Тут Архит говорит, наверное, этот проект с человечеством закроем. Денег уже нет. Разворовали всё. Снежный у вас-то откуда воровство? А занесли из земли. Вся зараза от них. Вдруг вспышка какая-то, и оба исчезли. Я скорее назад в санаторий. Навстречу лечащий врач идёт, улыбается. И тут меня осенило. Это же была галлюцинация. Натуральная галлюцинация. И сразу гора с плеч. Чувствую, мне всё лучше и лучше. Лучше и лучше. Говорю, доктор, не в жизни догадайтесь, что я сейчас видел. То, чего быть не может. Он говорит, нет, они прилетают. Да вы что? Да, ещё три дня будут прилетать. Да вы что? Да, дня три-четыре ещё попринимаете, что я прописал? Они перестанут прилетать. Скажите спасибо, что у вас лёгкая форма алкоголизма. При тяжёлой они бы вступили с вами в контакт. Сказал, и улыбается стоит, но смотрит грустный и не уходит. Думаю, что он грустный такой? И никак не уходит. И вспомнил. Врачи любят, когда им деньги дают. Дал ему сто фунтов стерлингов. И он ушёл. Сам сел в беседку и сразу ракет перед глазами. Они думают не головой. Нарочно начал думать головой. Во-первых, думаю, откуда у меня сто фунтов стерлингов? Отродясь, их не было. Во-вторых, если пить как лошадь, можно в контакт с ними войти. И догнать по развитию всех и лошадей, и рахитов. Сто процентов, что догоним. Голова, чувствую, работает ясно, мощно. Догоним, догоним. Пить чуть поменьше, думать чуть побольше и догоним. И не забыть забрать у врача ещё сто фунтов стерлингов. АПЛОДИСМЕНТЫ